Так, ну чё, парни, всем большой привет! Из знаков снова на связи. Значит, думал я сегодня пойти сыграть на каком-то интересном герое. Вспомнил то, что давно не играл на Monkey King. Герой реально прикольный и очень сильно похож на Хускара по своим способностям к жизни. По своей воле, я бы даже сказал. Опять же, да, с заряженной рукой, там, если кинуть палочку, можно прям выбраться из полнейшей задницы зачастую. Всё. Стоять будем, скорее всего, против снайпера, где он там ходит. Вот, ну и чё. Против снайпера, на самом деле, такой терпильный, мне кажется, на МК стоять. Но за счёт того, что у нас есть топорик, быстрый в рейсбенд, в принципе, можем на старте попробовать её немножко перекресить. Пока не очень, правда, получается. Но я не отчаиваюсь. Пачечку на себя. Немножко надо постараться найти дальника хотя бы. Хорошо, отлично. По дальникам очень важно работать, в таких ситуациях, в частности. Хорошо. Поголовенно. Чисто так отпугнули его. Да и пойдёт. Да, рано агрессировать я на снайпера, скорее всего, не смогу. Нужно как минимум, да, какой-то там третий левел, чтобы минимально там какой-то лайфсил уже пошёл. Урон нормальный. Всё-таки первая палка, она очень слабая, поэтому даже не буду пробовать особо как-то заряжать. Больше сконцентрируясь на крипах. Это очень важно. Палочку. Ага, отлично. Подвоём крипам и по снайперу зарядили. Очень приятно. Сейчас разве новичек вовремя сделать. Виновичек уже даст потенциальную возможность как-то, вроде, подцепить этого дедушку. Ну, пока страшно. Страшно всё равно чрезмерно агрессировать. Поэтому будем пробовать очень аккуратно это делать. Тогда Амика хорошо. Блин, ПТ-найт не смог. Потом хедшот прокнул, походу. А, лак. Тёп, попробуйте в форме щифр его догнать. Ну, чё-то он такой, очень юркий. Да, держит позицию. Ну, в целом, кайф лини. Сейчас стоит очень приятно. Могу просто динаить. Если он хочет, пускай меня пробует пробить. Чё-то получается не так себе. Так, а что? Тёплое какао, уютный пледик и новая аркана. А такое возможно? В зимнее приключение на Дота Лот. Из-за выполнения простых заданий дают бесплатные сундуки. Причём за каждые 15 уровней вы получаете гарантированную аркану. А за полное прохождение вам положен мега сундук за 55 тысяч. Откуда вы выберете один из самых ценных призов Дотя? Потому что дешёвых в нём ну просто нет. А задания реально простые. Вроде подписки на группу ВК, где, кстати, помимо всего, проходит каждый день раздача предметов. И это не говоря про очки топа игроков, где можно спокойно забрать Рошана. За 80 тысяч. И море других бесплатных призов на каждый день. Поторопись урвать два бесплатных предмета за начальное задание, а по промокоду Незнаков, ты получишь плюс 20% к удаче. И бонус при пополнении. В закреплённом комментарии я любезно оставил ссылку, чтобы активировать зимнее приключение. Абсолютно бесплатно. Ну так больше зоним его, чем пытаемся как-то, да, убить. Пока всё-таки опции нету. Ну хотя бы нужно будет прыжочек в раз, чтобы его убить. Ну и желательно ботиночек. Хорошо. Два крипа и по снайперу педалью. Попробовать ещё, конечно, руку себе зарядить. Крипы сразу переагрились. Хорошо. Так, тогда хорош-хороший Тавр, хорош. Чё-то Тавр не реагрится вообще. Афурион? Нет-нет-нет-нет-нет. Да погодите, погодите, парни. Эх, ай-яй-яй, я мискликнул. Короче, топорик нажал и ветку. Так, ну что, в принципе, я не сильно много потерял. У снайперу он ошибся. Чё-то он очень нагло пошёл по речке. Должны его чистить, пока палку не буду тратить. Вдруг он тп прожмёт. Сейчас уже можно было. Просто уже на пофиг, что туда бить. Чё, в целом всё круто. Несмотря на то, что разочек свидел, как дурак. Ну, как дурак. Как бы, в принципе, да, против Фуриона неприятно. Он всегда может прийти в самый неподходящий момент. Там дать пару тысяч халявных. Спорты. Кашмирска. Ну, я там немножко зафакапил тоже. Можно ещё попробовать немножко поднастакаться на нём. Хотя бы, да, поднастакаться. Хорошо. Сейчас нужно подождать хрипов. По хрипам дать. Отлично. До фулов отрегинился. Ну, очень приятно вот на Монки Кинге это делать. Конечно, не пассивка Хускара, но тоже очень-очень круто работает. И в целом, мы, да, особо не зависим от того количества хп, который у нас есть. Что в целом позволяет быть эффективным на любом количестве здоровья. Это тоже круто. Странный что-то собирает. Он, походу, быстрый МОМ хочет сделать на снайпере. Такой максимально ситуативный выбор. Обычно всё-таки там берут пару врэзбендов. Чтобы получить там какой-то бонусный урон, бонусная ловкость. Броню, в конце концов. Не знаю, странный выбор. Странный, честно скажу. Но это выбор снайпера. Тут я уже никак не могу порешать этот вопрос. Вижу, ночью привезти. Хочется ещё, конечно, стик купить себя по игре, а потом будет полезно. Посмотрю, может, попозже. Ой, хорошая руна, руна с щитом. Как будто с ней можно попробовать даже снайпера. Ой-ой-ой, а куда ты телепорт делаешь, дружище? К нему как раз МОМ приехал. Чё-то вот это было с его стороны очень нагло. Я прям из-под носа решил на телепорте улететь. Я не знаю, то ли он сейф-тп хотел какой-то дать. По-моему, да, он вниз тп-хался. Ну, странный такой выбор. Тем не менее, то, что у меня вижна нету, я не поленился. Подняться сейчас. Надо будет как раз поставить. Аккуратно вардик сделаем. Хорошо, и на будущее я хочу поставить в лес к ним. Я думаю, что снайпер, скорее всего, захочет подфармливать. Ну, или потенциально какую-нибудь фантомку тоже найти будет не лишним. Я сразу грейдж на Сикси возьмём. Чё-то пингует уже. Чё? Чё им надо? У меня всё хорошо. По итогу. Крипов много. Снайпер убили пару раз. То, что нужно. То, что нужно в целом. Мерзкий-мерзкий снайпер. Давай, дружище, давай. Давай, давай, пообщаемся чуть-чуть. Да-да-да, попукай, попукай, брат. Блин, немножко мисклик был сейчас. Из-за того, что он снижает атак спид. Своим хедшотом. Я не смог зарядить палку. Слишком рано дал. Слишком рано дал. Ну ладно, чё. В целом не критично. Главное, что всё равно у нас такались. Ну и как будто бы, да, с таким перевесом. Уже пофигу. Можно просто даже на подстан использовать. Опа, опять он тут начинает уюживаться. Хочется попробовать прыгнуть просто под него. Через арену, потому что их было очень мало. Подвоим, подвоим палочку. Хорошо. Отлично получилось. Фантомочка. Ой, фурегон ещё. Да вы чё, мужики, вы чё? Вы куда? Вы куда? Вы вообще тут, парни? Алло. Ещё и грим. Офигеть. Ну давайте ещё и грима тогда, чё делать. Чё делать-то? А делать нечего. Придётся убить. Давайте сделаем прыжочек. Откадешился как раз. Отлично. Пиявку не буду даже ломать. Просто. Насчёт вампиризма. На пофиг. Хорошо. Лёгкий ультра килл. На 8 минуте. Блин, очень круто. Прям супер кайф. Хотели, хотели меня как-то остановить. По итогу, наоборот, получилось. Какой-то чейнфит от противников. Ещё вижну взять на будущее. Ну и хочется в сабельку выйти. По классике, в целом, да. Сабля всегда была одним из лучших предметов. Как-то она раньше ещё сочеталась с ультимейтом. И каждая тычка солдата давала бонус. Ну, типа замедление. Попробую снайпера подпробить. Блин, там фура уже лезит. Выйти, выйти, выйти. Хорошо. На развороте зарядилища палочку. Да, кайф. Сейчас будет сабля. Чё фуриону надо? Он ещё гранату скинул напоследок. Такой жадный очень мужчина. Прямо супер жадный. Хочется ещё раз попробовать. Снайпером, зачем здесь? Ой, блин, там ещё и грим. Ай-яй, какая гадость. Ваша зеленая рыба. Нет, тут уже вообще никак. Там и пиявка, потом сразу стан. Он на анимации первого мне ещё дал пиявку. Да, было мерзко. Ну, из плюсов сабелька собралась. Можно и на ней слетать. Ну, чё-то, ребята загуливают. Блин, фурион уже всё. Тут снайпер, кстати, это рядом. Гой его чекнем. Тут с его стороны очень нагло. Чё, на ФК встал? Пошевелись, дружище. Всё. Расшевелился. Блин, с минуса пленочек снайпер забрал, но оба дона бы засекюрили. Так что кайф пойдёт. Чё дальше? А может дефуз взять? Очень круто. Блин, да... Сволочь. Жетон забрал. Я фармил этих крипов нещадно. Взял, просто в наглую забрал. Наливание. Просто предатель. Ладно, ничего. Бадончик я немножко попробую пробить. Ну, конечно, впадлу убивать. Ну, можно так чуть хотя бы подпробить. Меня атакуют. Так, на пофиг. Чтоб неповадно было. Ну, да, тяжело прям. Снайпер какого-то прям гораздо приятнее. Очень хочется ещё за снайпером сходить. Сделаем диффузик. Всё-таки. Снайпером здесь усиленно греет. Всё-таки это, знаете ли, в его положении неповатная роскошь. Идти в наглую так быковать на наших тиммейтов. Приятно то, что саппорты под меня стянулись. Как будто можно ещё кого-то поискать. Какого-то абадона даже. Как будто можно даже. Ой, хорошо. Он, Рубик, ещё пиявку украл. Гримовского. Сейчас на гриме надо попробовать зафоксить. Потому что он очень мерзкий ещё с своих пиявок. Блин, так и снайпер ещё тычкует. Дарья наставить. Попробую идти на телепорте. Да, он что-то очень долго думал на снайпере. Мог вроде сбить, если сразу нажал. Тебя не знаю. Может, и не успевал. Чё, диффузик скоро будет. В общем-то, круто всё. А, реально прям неплохо. Ну, вот этот ультра килл, который был на виду. От почти всех, наверное, противников. Почти каждый успел побывать. Было, конечно, очень приятно. Будет вижен, пойти её поставить хочется. Не, ну, сначала пачку ещё. Сволочный лёгий всё-таки забрал. Мне хватало чуть-чуть прям до диффуза. Такое, такое. Вижен здесь что-то, никто у нас не занимается. Поэтому нужно всё самому делать. Здесь не стал ломать в центре. Просто потому, что у них нет информации, да, по поводу того, если там вижен или нет. В центре вижу не даёт. Соответственно, решил оставить просто на будущее. Фреона, фреона. Блин, опять, опять пиявка. Ну, мужики, ну, ё-моё. Пиявка закончилась. Там салабадон уже пошло. Да, реально анлак какой-то. Да, немножко диффуз у нас отсрочился по итогу. Ну, я думаю, не критично. У нас очень хороший вижен. Ух, Леончик как раз благодаря нашему вижен, только что убил фантомку. Просто на мужика. Не засал и просто дал палец. Респект таким ребятам. Диффузик летит уже. Отлично. По-моему, сильно на бот хочется сместиться. Тоже подраться. Слышал два выстрела. Это, похоже, снайпер дал вульту грима. Ассасинейт свой. Пробуем без полёта подойти в форме дерева. Опа, вот как раз и снайпер. Иди сюда, брат. Иди сюда, мой хороший. Блин, да. Конечно, снайперу тут вообще не везёт. На самом деле, да, круто то, что мы можем очень быстро сокращать дистанцию с ним. Если он не успевает там как-то сбить наш прыжочек. Хорошо, вардик ещё нашли. Можно ещё такой поставить. Обс. А если вдруг в дальнейшем будут ещё драки подобные, чтобы видеть хотя бы позицию плюс-минус оппонентов. Бадончика можно немножко подпробить. А, он под хостой, сволочь. Так, это очень быстрый. Там снайпер. Снайпер пришёл. Ну да. У них вижен, походу, да. Надо снять пар сначала. Пришлось изминуться в палку, ну, руку разрядить в варде. Но, вижен, очень сильно роляет в таких замесах. Поэтому это было важно сделать. Хорошо, ещё и грима тоже забрали. Мне кайф. Прям очень круто. Пока думаю, либо БКБ сделаешь, либо может дисперсер загридить сразу. Вообще, как будто бы... Как будто можно дисперсер. Хорошо. Супер. Считаю, что у нас метёлка. Мы даже через пруты бьём на огромную дистанцию. Пофигу даже. Несмотря на то, что у нас топорик был в бэкпаке. С одной стороны, против Фуриона не хочется держать его в бэкпаке. С другой стороны, варды тоже сами себя не поставят. Поэтому, когда приходится изощряться в моменте. Хорош. Там будет засорил ещё фантомку. Круто. Вообще, можно в форме дерева здесь дождаться кого-то. И что-то пока не бояться. Он просто палку на пофиг. Засекировали себе грима. Ну, круто то, что Рубик украл третий грима. Очень приятно. Топорик есть у нас в этот раз. Кайф. Первый пока кд, не знаю. Хочется дождаться, конечно. У тебя нет, селёдка молодец. Прям вообще не растерялась. Сразу же, сразу же прыгнула. Не, круто. Тиммейты тоже очень большие молодцы. Обычно на этом аккаунте вот играю. Сейчас я его качаю. Игры максимально тяжёлые бывают. Прям очень сильно тяжёлые. И некоторые как будто вообще без шансов на выигрыш. Ну, несколько, да, порядочность. Около 8 тысяч. Раньше это было хорошей. Сейчас, мне кажется, это всё-таки такая переходная порядочность. Сейчас хорошие 12 тысячи являются, по моим ощущениям. Сейчас сразу купим себе игл сонг. Рецепт у нас уже есть в курьере. Довезём уже дисперсер. Хорошо. Изменцев килл, конечно, не достались. Ну, пофигу вам. Развели грима на ульту, пиявку выбили. И он хочет как будто, чтобы ульта грима к нему зацепилась. Но нет. Чисто замансили. Я про хтолог, говорит. Интересно. А я уролог. Рубик. Рубик уролог, но это как-то грозно немножко. Не хотел бы я к ним на приём попасть. Такое ситуативное. Что, наверное, сразу гарпунчик дальше сделаем? Гарпун тоже очень круто работает с ареной. Если вдруг кто-то будет убегать из него, можно при гарпунить, вернуть назад. Очень круто тоже смотрится на МК по этому поводу. Ну, в принципе, там кого-то тоже лишний раз под зачезить. Очень приятно. Огромнейшая мобильность появляется под дисперсером. Вообще, прям Мангки Кинг раскрывается со своих лучших сторон, мне кажется. А хочется фантоку попробовать убить. Ай-яй-яй, там Рубика под спирю. Блин, не успел, он успел помочь. По-моему, них тут vision есть. По-моему, тут vision, да. У них тут в центре, походу, стоит. Ну, круто то, что у нас дисперсер. Также на изи задиспелили. И ворчат. Хочу Бадон ещё догнать. А куда он делся? А, он снизу, ё-м. Как, как он? Как он так обхитрил меня, я не знаю. А сейчас дождаться пока окончания ультимейта. Ой, моё изи. Просто соло парня. Получается, что. Ну, очень круто, очень много урона. Максимально приятная игра пока ощущается. Гарпунчик почти что есть. Можно веномчик, наверное, продать уже. Просто купить гарпун редкликом. Потому что здесь продавать топорик не хочется против фариона. А веном уже лежит мертвым грузом. Но в целом, когда появляется сабля уже, веном не настолько эффективен. За счетую, замедления сабли хватает почти всегда. Кто на запись? Без очереди. Так вот, интересные у нас товарищи Нариончики. Я. Рубик. Есть агоним. Чё, круто? Гарпун на месте. Фантомочку. Убить бы как-то. Вон, далеко. В самом деле, пока арена есть, хочется её реализовать. Ещё гарпун есть. Хорошо, при гарпунили. Немножко побить его. И Рубик продлил ещё. Отлично, отлично получилось. Бадан, убили он самый мерзкий, мне кажется, из них. Просто его надо очень долго убивать. Он ещё сейвит. Своими щиточками. Хочется ещё попробовать кого-то подцепить. С другой стороны арены нету немножко очкового. Я посмотрю, если кто-то прям будет выходить. Можно прыгнуть. А так прям не супер хочется. Не супер, чтобы сильно. Я бы так сказал. Надо пачку ещё отпушить. Вот мы можем просто немножко, да, пойти толкнуть мид. Скоро ещё арена от хд-шца. Хорошая руна. Это там такая надо, да? Подаренку-то. Ну, кстати, вот в прошлом патче аркейн руна давала кд 30% на все заклинания и кнопки. А в этом уже 25%. А в этом уже 25%. То есть её с каждым патчем всё нерфит и нерфит. С интересного. Защи-вижна на будущее закупим. Где-то фантомка у них качается. Да, хочется тоже поставить опсик у них в лесу. Да. Что был обзор. Кто-то подписывается. Спасибо большое за подписочку, ребята. Очень приятно. Если вы вдруг смотрите тоже мои ролики, в какой-то причине не подписаны, в самое время это сделать, ещё кто-то подписывается. Блин. Круто. Очень приятно. Очень реально. Все в ваших руках. Да ну нафиг. Три подписки подряд. Офигеть. Офигеть. Спасибо. От душе. Блин. Хочется, хочется. Пробовать грима ещё, поцепить. Но они не будут тратить. Потому что он ещё тут под кем-то. Но нет. Он тут Соло заблудился просто. Выдвигаемся. Чё, ещё плюсы качнём. В целом, на медовом МК мне не нравится качать второй. Зачастую гораздо профитнее иметь больше выживаемости. А второй просто используем, чтобы кого-то прыгнуть, подспить. Каких-то особых бонусов не даёт. Только для фарма. Ну и керри МК, наверное, имеет смысл. Как-то медовом такой всё. Потихонечку зажимаем оппонентов. Такой из тебя снайпер, дед. Ну, кстати, это правда. Это правда. На самом деле, всегда приятно вот убивать снайперов. Не важно, причём на каком герое играете. Потому что они настолько вот иногда раздражают. Что-то стоят там где-то в кустах, пукают на ранже. Давайте попробуем ещё разок подцепить. У меня ещё есть, да, карпунчик. Здесь, наверное, на отсутствие топорика. Можно ринку ещё аккуратненько поставить. Кайф, кайф. Хорошо получилось. Очень приятно. Изминство снайпера отпустили. Но и в целом ладно. Зато хорошую арену сделали. Что-то бонончик уже ГГ пишет. Наверное, дезор просто сделает, чтобы ещё быстрее пушить. Ещё больше урона было с нашей пассивки. Снайпер у них какой-то реально бедный оказался в этой игре. Хорошо. Почти дезольщик есть. С кайфом. Как будто можно реально побить даже тысячи лири. Чё-то даже не сопротивляется особенно. Сопротивление вообще будет или нет? Гриф поражали хотя бы. Хочется, конечно, какого-то сопротивления. Экшена ещё попробовать навести. Всё, дезоль есть. Можно и поесть, как говорится. Немножко отойти пока под плевкой. Можно даже снаружи купола побить за счет нашей печки. Опять же не стал менять метёлку. Даже на такой стадии очень-очень крутой. И там НМК. Ещё можно ещё подцепить фуру. Чё-то там тоже нагреет. Так, фантомочки по голове палочку. С кайфом, с кайфом. Вот один зольщик как раз приехал. Чё, будут ещё попытки подыхать, парни? Прыгай, Пашка, прыгай. Опа, реально прыгается. Давай-давай. Ух, ё-ё-ё-ё. Просто за секунду сбрели. Там пять клонов моих просто стахнулись. Потычка и Пашка развалилась. Такая-то интересная игра получилась у нас. Всем огромное спасибо за просмотр, парни. Желаю вам удачи. Хорошего дня, вечера, ночи. Всего приятного. До свидания.